Пуансеттия Для нормального роста и цветения необходимо вовремя поливать, не допуская переувлажнения и высыхания почвы. Листья рождественской звезды нуждаются в увлажнении, поэтому их нужно периодически опрыскивать водой комнатной температуры. Каждые две недели пуансеттия нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Подкормка проводится с весны до осени. Пересадку рождественской звезды производят весной, ежегодно. Чтобы стебли не вырастали слишком длинными, растение было пышным, побеги немного укорачивают. После отсветания стебли обрезают примерно наполовину. Размножение пуансеттия осуществляется верхушечными черенками весной или в начале лета. Срезанные черенки примерно 7 см промывают в теплой воде и подсушивают. Черенки промывают из-за того, что цветок обильно выделяет млечный сок, латекс. Млечный сок рождественской звезды ядовит, поэтому при контакте с пуансеттией нужно использовать резиновые перчатки. После проведенных работ руки обязательно тщательно моются с мылом. Срезы на материнском растении присыпают древесным углем, что поможет избежать загнивания стебля. Черенки укорачивают в воде или сразу в субстрате из песка и торфа. После появления корней высаживают в горшки. Пуансеттия поражается мучнистым червецом, паутинным клещиком, трипстами, белокрылкой. При неправильном уходе могут увядать или опадать листья, загнивать корни. К каким последствиям приводит неправильное освещение, переувлажнение, перевосыхание. Смотрите, какая красота! Желаю вам удачи в разведении этого чудесного растения. Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok